Да, пока! Всем привет! С вами канал Нортмами. И у Димы сегодня новая игра. Вот такая вот из паковки. Да, Дима уже вскрыл, пока мама там шла, да? Так, тут у тебя дрель. Бабуля подарила ему Диме. Так, подожди, пока лежат пакетики, да? Такие вот штучки. Такие, такие. Такой чемоданчик. Так, смотрите, какие картинки есть. Кенгуру. Выбирай, Дима. Кенгуру. Крокодил. Тут вот дырочки, там по дырочкам собирается это все. О, Кит какой красивый, а? Уточка. Белочка. Черепаха. Ничего не подписано. Краб. Тигр. Все. Да? Какую? Выбирай. Да? Посмотрим, покупали это в Альбересе. Вот. Черепаху? Да. Сверху? А, где? Ну да, так и подумал, желтый хвостик желтым. Это по дырочкам, как 3D. Да, да. Что-то там получается. Есть 44 детали, 8 карточек. Или можно и так собирать. Ну давай по картинкам попробуем сначала. Мелкая моторика, координация и остальное. Димочка. Молодец. Один получился. Один мама показала. Один Дима. А что-то не так. Давай. О, получается. Молодец. Малыш. Молодец. Это солнышки. Это солнышки. Правильно. Молодец. И слоник смотри, смотрит и радуется за Диму. Да? Какие сейчас стали игрушки делать? Шурповёрт там. Он заворачивает и потом выворачивает. Да? Да? Молодец. Ой, ты молодец. Ты моя радость. Ну, ты умница, Вамина? Тебе нравится игрушка, Дим? Да. Да. Смотрите, какие там кристаллики льда. О, вот так, наверное, видно. Интересное. Укроп достала. Укроп делаю. Вот тут вот соус, уже чесночок. Соль туда добавила. Это у нас к перчикам. Арбуз Димой поели. У меня прям сегодня вообще хлеб испекла. Масло достала. Вот. Рис немножко осталось ещё. С утра кашу перкулесовую сварила. Всё у меня. Только одна и та же мультиварочкой варит. Горячие, кстати. Там перчики у нас лежат. Вот они. О, всё горячие. Всё это. Уже её отключила. Она уже отключена у меня, наверное, с часик где-то плюс-минус. Тут у меня сушится. Виноград ещё совсем высох. А внизу вот черёмуха вот эта вот прям сушится. Виноград ещё так подумывает. Но мне её одной не хватает. Дальше мы продали. Честно говоря, я даже не знаю, покупать вторую или нет. Наверное, если я буду покупать вторую, то мощность побольше. В этой 250 хочу побольше. Либо если брать, то точно такую же. Потому что у неё защита от перегрела. И честно говоря, она у меня работает прям с раннего утра до поздней ночи без отдыха вообще. Я читала вчера отзыв какой-то подобный. Такая же была. Сломалась. Перегрела. Ну перегрев. Всё, сломалась. И я думаю, блин, моя идеальная. Идеал. Когда я ещё покупала за 1000 рублей, помню, давно это было, мне мужчина сказал, берите две. Вроде потом скажет, нужна будет всё равно вторая, если тем более высушить. А я такая, да ладно, типа. А мне вот сейчас ещё грушу сушить надо. Яблоки сушить надо. Потом чё? Потом у меня шиповник. Ой, шиповник не знаю, но вряд ли нет. Смогу ли я набрать боярышник. Потом пойдёт у меня в дело. И там, наверное, уже всё. То есть, ну она, честно, не знаю, справится или нет в этот раз. В прошлом году она не справлялась. У меня позапрошлым я уже начала задумываться и не справлялась. Не знаю, посмотрим. Вот. Вот так у меня всё. Ещё на рынок я успела. Огурцы купила. Сейчас были ещё салатики маленькие делать. И вон там всего. Всё, как всегда, у меня навалено. Но я, знаете, вот сейчас только подумала. Это не навалено. Это не навалено всё. Это просто всё нужно. Вот тут у меня всё сушится. Тут мы ещё ждём моя посудомоечная машинка в ремонте. Как вы видите, её нету здесь. Мы её ждём. Она должна приехать послезавтра уже. Месяц её целый не было. И тут вон стаканы. Вон там я сдачу привезла, забрала стаканы. А вот эта бутылочка тоже. Ещё там одна бутылочка. Они будут мыться. Она будет их мыть уже хорошенечко, чтобы избавиться от всякой, ну, такой вот, видите, грязи. То есть мне соды, ну, в смысле я буду соды, если она помоет. Такая вот жёлтенькая, то есть вот такая вот грязь. Эти вот сдачи все три. Эту вазу я помою сама. Вот. Вот так вот. Вот так у меня здесь. Всё, на вашу чашу надо убрать ещё. А тут, кстати, черёмка, смотрите, высушилась. Но у меня теперь нету времени её перебрать и сложить её в пакет. Не знаю, надо, наверное, мужа попросить. Здесь такие ещё, кстати, кочерыжки. Я сушу яблоко. Я очень экономная. И добавляю их в чай. У нас чай ароматный с яблочком. Очень, кстати, вкусно. Покупала огурцы сегодня. Попросила мужчину. Положите, пожалуйста, мне огурцы маленькие. Мне для засолки. Положил. Маленькие. Такие маленькие, что не поместятся ничего. Такие огромные, гигантские. Вот надо, знаете, всё накладывать самим. Я пока стояла, думала, блин, лучше бы я переплатила, но набирала бы сама в соседнем ларьке. Правда. Здесь, кстати, они стоили всего 19 рублей. А в соседнем подороже. Неба, они что-то там подпорченные какой-то. Сейчас мы его съедим, наверное. Вот так вот. Сколько там? 2 килограмма, по-моему, я взяла, что ли. Большой пакет 2. Ну, получается 40 рублей. Ой, всё самим надо набирать. Ну, арбуз, хоть я выбрала сама женщина. Подошла и говорит, ну что, какой арбуз то будем брать? Я так посмотрела, вот это такой самый симпатичненький. Такой маленький, миниатюрненький. Ну, не совсем маленький, такой нормальный. Я говорю, давайте вот этот вот. Она, как раз рукой только так вот говорит, давайте. И так уже у неё рука ложится на этот арбуз. Я говорю, давайте этот. Говорит, вот как раз прям я его увидела, для вас он как раз подойдёт. Говорит, у меня с утра уже был и мужчина также выбрал арбуз. Вот сегодня прям необыкновенный день. Говорит, ну да, у вас, говорю, сегодня такой день. Ну, помидоры я сама выбирала для засолки. Все помятые какие-то. Ой, кошмар. Наверное, сегодня это суббота, может в понедельник. Или во вторник ещё раз пойду, посмотрю. Не знаю, мне хватит для засолки или нет. Побольше надо баночку. Я хотела поменьше, я хотела купить помидорки бурые. Я очень люблю бурые. Они сладкие, вкусные, но там что-то где-то тенёк, где-то это и что-то непонятно. Обычно солнышки они бурые. Соус, кстати, получился бесподобный. Просто обалденный. Слушайте, ну огурцы-то, конечно, вообще какие-то странные, смотрите. С этой стороны они белые, как перезрелые, что ли, как будто. А это огурец наш с дачи. Он зелёненький, он вкусный. А тут вот что-то, блин, я не знаю, даже как-то странно. И взяла, блин, так много. Дима, руки грязные? Иди мои руки. Столько много взяла, даже что-то я это... Теперь я не знаю, что с ними делать. Сможем мы их съесть, странные такие или нет. Вот такая у нас вкусняшка получилась. Это у Димочки. У меня там что-то всё повываливалось. Я уже торопилась. Помой руки? Да. Дима уже сам моет руки. Там немножко горяченькое, аккуратно ешь. Перчик, там соус сверху. Я думаю, тебе должно понравиться. Ну, соус-то точно понравится. Чай делать? Да, какой-то кислый соус. Острый. Тебе ложку можно дать? Не, юночкой. Юночкой? Да, удобно. Там бульончик ещё у тебя. Ложечкой было бы удобнее. Кто-то сделал такой соус? Мама. Дима чесночок почистил, а мама его натерла. Да? Да. С перчиком вместе с мясом ешь. Вот, накалывай. Вот там. Оп, оп, оп. Оп. Вот. Не горячее? Горячее, подожди. В последнее время, кстати, очень часто вижу, как к нам подъезд. Постоянно кто-то переезжает. Всё, возит и возит эти сумки. Возит и... И вот опять. И опять сумки, смотрите, сколько. Какие-то... Даже, слушайте, непонятно, что там в сумках. Как будто хлам какой-то. Вещи, наверное, что ли. А, сланцы вижу. Много обуви, кстати, вот тут вот вижу в этом пакете. Вон сколько пакетов. Вон шкаф грузит какой-то. Кто-то опять переезжает. Кто-то съехал. Кто-то приехал, наверное. Не, ну вот за эту неделю, кстати. Нет, не за неделю, а за несколько дней, что ли. Или за эту... Нет, да. За эту неделю. Я видела. Всё, тащат и тащат к нам подъезд в сумки. Тащат и тащат. Я думала, наверное, люди с отдыха, что ли, едут. С пикника. Кто-то опять тащит. Какую-то вон штуковину. Одежда на ней, видимо, висит. Кстати, я тоже такую штуку хотела. Тут какие-то пакеты. Там Навальный в пакетах. Непонятно. «Непонятно» Продолжение следует...